17-й Всероссийский фестиваль визуальных искусств в Орлёнке объявляется открытым! Президент фестиваля, народный артист России Дмитрий Харатьян. Первый смотр визуальных искусств состоялся еще в 97-м году. И с тех пор в Краснодарском крае в детском центре Орлёнок каждое лето собираются дети, которые интересуются телевидением, кино, компьютерными играми, фотографиями. И всем, что связано с визуальным искусством. Наши юные коллеги с бухты Барахты участвуют в мероприятии уже второй год. В прошлом году заняли третье место. В этом году уже первое. Тенденция очень хорошая. Очень приятно, что нас пригласили на этот фестиваль. Приятно, что о чебоксарских детских программах знают на всероссийском уровне. Потому что мы столько работаем, столько лет я уже работаю для того, чтобы в Чувашии были свои детские программы. И когда это получается, конечно, это безумно приятно. Основные номинации фестиваля – кинематограф, игровые картины российского производства, режиссеры 21 века, компьютерные программы, фотокросс, телевидение. Формируются из телевизионных детских программ, региональных и центральных телекомпаний. Именно в этой номинации передача «Бухта Барахты» заняла первое место. Первое место. Передача «Бухты Барахты». Ура! Проходище! Первое место! Божь! Молодец! Безусловно заставало! Чебоксары! Молодцы! Сборок! Благодарю за вас! Спасибо! Поздравляемся! «Бухта Барахты» понравилась всем. Замечательная программа. И мне кажется, что вы должны так же и работать, в таком же ключе. Потому что программа как раз отвечает всем параметрам тех требований, которые мы предъявляем. И дети ведущие, и о детях. И замечательно все сделано. А гран-при удостоилась программа «Увлеченные детством» из Ульяновска. И получила приз фестиваля статуэтку «Хрустальный пингвин». Все фильмы, телепередачи, творческие работы, игры, программы, представленные в каждой номинации, оценивала детское жюри. А работу ребят возглавлял председатель, известный деятель культуры и искусства. И мне очень понравилось детское жюри. Это были настолько глубокие ребята, что они искали в каждой программе что-то полезное, доброе. То, что зацепило бы зрителя. И программы на поверхностные темы, например, о красоте, о том, как правильно ногти красить. Они даже не досматривали и не рассматривали их в качестве победителя. Поэтому, конечно, приятно получить такую награду. Тем более, что когда оценивает именно детское жюри, та аудитория, для которой ты работаешь, это еще вдвойне приятнее. Во время фестиваля дети не только знакомились с готовым продуктом, фото и видеоматериалами, но и сами с удовольствием участвовали в мастер-классах. Занятия проводили актеры кино и телевидения России. Полную версию Всероссийского фестиваля визуальных искусств смотрите 19 июля в 20.00 в передаче «Бухты-барахты». Наши юные телеведущие расскажут вам о своих невероятных приключениях в детском центре «Орленок». Татьяна Трофимова, Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика.